Вот, пожалуйста, ребята показывают свой уровень игры и едут на инт. Да, ну будем смотреть, что будут итоги решать, потому что пока система явно далека от идеала. Открытые квалификации будут очень веселые. Пока система такова, что некоторые команды могут взять игроков из трансферного окна, у которых много этих самых очков. И некоторые команды могут пробиться только вот за счет пары человек. Ну, называй имена. Ну, Natus Winter, допустим. Они взяли Лилу, и как раз благодаря Лилу, у которого много этих очков, который набрал эти очки вместе с ВП, они могут все еще каким-то образом поехать на The International в качестве основного участника. А если так два игрока взять? А если бы они взяли двух игроков, то у них бы сейчас были все карты на руках. Можно было бы на турнире, мне кажется, вообще просто не ездить. И теоретически по поиску. Ты правильно мыслишь сейчас. И в данном случае система действительно далека от идеала. Ладно, начинается у нас драфт ЛЖД Gaming TNC. Последняя карта на сегодня. Переигровок не будет. Один на один не будет. Снова бисмастер. Ну что, открываем киперовозвольника. Это очень долго думаешь, не только что играли против Дарквилла, а только что играли с котлом. И действительно у них получилось не самым лучшим образом исполнить. И, быть может, придумаем какую-то альтернативу. То есть бисмастер соло постоит, там берут каких-то других героев. Или может все-таки виспах вытонуть. Все-таки есть выбор. И вот появляется пока дезераптор. То есть как саппорт пятой позиции. На прошлой карте он-то тоже был, только на пятой пик не залетел. Против феечки все пытаются дезераптора брать. Он неплохо ее закрывает, неплохо ей мешает. Да вообще дезераптор, мне кажется, почти в любом матчапе это саппорт, который лишним быть не может. То есть у него идеальные способности и для стадии лейнинга. Ты просто не даешь его планеру стоять и в мидгейме. И статик шторм чуть ли не ключевая способность может быть в драке. Ну, гералет опять. Ничего новенького. Афею временами некоторая команда банит. А вот временами все-таки в приоритет ставят того же Никс Ассасина, например. Сделали это ЛЖД. Ну и снова, значит, профит. Про него мы в начале игрового дня в моей смене говорили. Ну, видишь, герой потихоньку перешел из разряда четвертой от позиций просто в первый бан. И все. Сколько герой есть, слишком сильный. Фиксите. Ну, ждем. Ждем две недельки. Не раньше. Как-то будут вилл фиксить. Снизит урон на бедлом. Может, мы этого героя вообще перестанем видеть. Если снизит значительно. Миша Котла все-таки Тинси решили забанить. Не хотят играть, не хотят рисковать. Остается при этом... Ну, хотя... Ио остается. Можно поставить линию бейсмастера. Была бы идея, я думаю, они бы взяли. Ну, слушай. Сразу, потому что почему бы и нет. Так они сейчас могут и бейспауа брать, и что ты будешь делать. Ну, на самом деле, я не уверен, что они просто хотят брать. Потому что герокопсер, феечка, плюс один. Это достаточно плотная линия. Чтобы не стоять. И, возможно, они сейчас будут пытаться обмануть и поставить бейсмастера в легкую линию. Пойти треплой повоевать и начать двигаться по линиям активно. Ну, вот кого взять? Кунка забанил. Ничего себе. Ну, тут стоит помнить просто, что есть... Есть Икснова. Икснова, да. Который играет на пятой позиции. Икснова, да. И на Баунти Хантри катал, и на Кунке. У него был очень высокий, на самом деле. Для него тоже есть дезераптор. А вот четвертая позиция у них очень серьезный исполнитель есть. Который вот прямо просится, чтобы взять его к себе в команду и никуда не отпускать. Настолько он плотно отыгрывает. Поэтому Кунку я от него уже видел. Это действительно страшная сила. Был бы здесь очень крутой лайфстилер какой-то, но в бане он уже оказывается. Есть какой-то ликантроп. То есть герои, которые кушают геррокоптеры, они присутствуют. Уже Герналт есть, который тоже идеально кушает. Уже Герналт не настолько хороший, но он неплох против феечки, потому что маг иммун очень плотно. Ну, с одной стороны, с другой стороны, феечка легко может ивейдить. Тот же самый, мне слышно. Опа. Пахнет кладомненько. Если честно, пахнет кладомненько. Вот сейчас. А кладомненько не видели. Пошли по накатанной. Ну, мэби на SF это всегда интересно. Так-то и феечка страдает. Феечка слишком сильно страдает. Можно кайлайм просто смыть ее. Тут дело, во-первых, в рейндропах. Во-вторых, она все равно кидает эррайс просто за два экрана. И на самом деле она все равно по игре очень плотно помогает. Нет, это мы, Дмитрий, уже знаем. Мы это слышали миллион раз. Но мы хотя бы можем отметить то, что SF, он все равно не спередает. Он не мешает, да. Он полезен против феечки. У него хорошая ульта. У него три кайла. И в данном случае уже так легко она не побегает за месси. Я бы сказал просто, что здесь три героя, которые хоть что-то могут дать просто в землю. Тем самым нанести ей урон. Поэтому я шаду реал просто не будет таким жутким ОП, каким он обычно является. Тем более это мэйби на шадуфинде. Но при этом все еще не хватает именно дизейбла, который можно дать в землю. То есть хоть тот же Скорпион, если по нему его взяли, он мог бы подкопать всегда и везде ее. И тем самым все тайминги попортят и так далее. Вот берется, скажем так, пик ньюби. Через нагу сирен, дизераптора очень интересно получилось. Может быть они смогут. Может быть у них получится. Но сегодня было уже много наг. И от ликвид, и от ньюби. Я пытаюсь понять, винрейт у наги вообще как он на этом турнире. Так вот вспоминаем, что-то у наги как-то не всегда получается. Я вспоминаю, что у геропоптера винрейт. На хоть одну игру выиграла на нашем стриме? Не припомню. Я что-то тоже не припомню. То есть есть герои, которые часто появляются. Например, типа Туск, он первые игровые дни появлялся почти всегда. А потом винрейт оказался у него там процентов 30. Как-то мы видим, что Туск в замете вообще пропал. Его просто нет. Находь четверки поинтереснее. Нет OG, нет этаска. Ну и бог с ними. У меня пропали герои. Ой-ой-ой. Магия. Ну что, есть... Санкинг это троечка или четверочка здесь? Да вот хороший вопрос. Я бы на самом деле сделал его, наверное, четверочка в этой игре. И добирал бы еще двух жирных коров. То есть что-то плотное в уф-линию, допустим, какого-нибудь там. Ну, рандомный, знаешь, там Тайтхантер, не Тайтхантер, Эндерлорд. Вот Эндерлорд, например. Что-то такое и для замеса, и по ситуации. То есть он будет бегать, хороший, с пылы. Неплохо смотрится против самого Нобисмастера, например. Заставляет Райт на него с пылы и того же Дизраптора. То есть тем самым освобождаешь Геррокоптера, Дарквиллу от Фокуса. Скорпион, возможно, сможет альтимейт сдавать под это все дело. И добирать еще потом в мид. Жирничек, который против СФ стоит. Но вот они берут его сейчас. Причем, опять же, у них есть вариант, как уже замечал Диман сегодня, что это или Корр ли шаг, или Саппорт ли шаг, потому что Скорпион все еще может быть трешкой. И шаг четвертой позиции. Но мне нравится чуть меньше, чем тот же Андерлорд. По причине мягкости своего тела. Мякиш. На один глимс, там три Шадоу Рейза залетит, и все. В данном случае хватит двух. Ну да. Герой, конечно, урон выдает, но супер тонкий. При всем при этом, на самом деле, именно вот количество Дизейбла в ЛГД, оно не зашкаливает. То есть есть условные там ульбисмастеры раз, сетка два, глимс в лучшем случае там с кинетиком три. А тебе нужно контролить Дарквиллу, Скорпион не дать колдовать, или Шарака теперь еще как-то держать. То есть надо будет добирать героя с большим количеством Низейблов или хорошим замедлением на Ласпик для ЛГД. И у них этот герой в легкую линию должен пойти. Я вот уже сейчас голосую, как законит Вайда. Против, еще раз, за Вайда для Тинси? Для ЛГД. Для ЛГД. Ну то есть закрывается, сеф-то, кайлит, твары летят, дизераптор потом колдует. То есть ты можешь еще под сон закрывать кого-то кинетиком, кого-то. Я знаю, мне все еще Джиггернаут очень нравится. Мне Джиггернаут нравится. Он нажимает на вертушку, и он так... И все, ему на все наплевать просто. Просто отдыхает. Ук подойдет вообще любой герой из БКБ, сколько-то. Его собирающий. И он круто сочетается с бисмастером. Рор, умнислэш. И снага, сеточку дал, Блокфюри нажал. Да. С дизераптором на линию, прекрасно. Нажал на сон, отошел, палочку поставил, всех отхилил. Тоже хороший герой. Сойдет. То есть тут именно нужен... Нужен Блокенбар будет купить и Шадоффинду, и какому-то вот еще одному герою. И тогда, в данный момент, все будет прекрасно. Осталось 5 секунд. Очень много у Тимси магии. Если так смотрят, вот даже Свен смотрится так, как будто бы он сможет. Прочный дядька. Луна неплохо, кстати, смотрится. Она вот непрочная, она сделает БКБ, она вот за счет ультимейта сможет рано подключаться. А может Винга кэри? Винга неплохо. Минус арморчик, ССФчик, ССФ. Стак, это все дает. Ну, эти ауры все дает. У нее тоже нет каких-то дизыну этих... Антаргет сфилов хороших. Вручь Дарквилла, но по идее, да, там может и Сейти сподли шрака. И догонять. Вот Луну убрали. Считаю, что это самый опасный кор для них. Должны кого-то взять сами. И все же, мне кажется, что это должно быть либо четвертая позиция вместо Санкинга, либо героя в сложную линию. И я вот голосую за сложную линию. Тайд, Андерлорд. Здесь Санкинг как саппорт смотрится и так хорошо. Фенечка пятая, Санкинг четвертый. Например, бегаешь. Радуешься жизни, потому что можно поймать себя на мысли, что уже рука тянется к Даззлу. И противнику уже тянется к завтрашнему дню, когда он с 8 выходит из группы. Мотивация ноль. Так, ну и... И темпларка. Спасибо за корот хотя бы, да, это радует. Но, видимо, Лишак саппорт будет. И это неплохо. Потому что, видишь, у тебя Дарквилл и Лишак, это два очень плотных боевых саппорта. И главная проблема Лишака, что у него нет обычной возможности дать свой стан во что-нибудь самому. Ну, то есть, замедление от молнии слишком мало висит, и в итоге противники, которые хоть сколько-то бегают, там выше 300, уворачиваются. Но здесь есть Дарквилл, у которой и мейс есть, и стан двухсекундный, аж на первом уровне, под который Лишак очень хорошо комбинет. Джиггернаут просто идеален. Джиггернаут. Ну, с Вэнксом мне нравится вот против Тэмпларки. Джиггернаут просто идеален вот против пика ТНС. Он, ну, слишком... Он избивает и Фракшн, игнорирует проказ Лишрака и против Геракоптера. Ну, это Пэл. Против Шишка, против Скорпиона, против Геракоптера. Аналитикам все, когда подхвастает. Ты можешь сколько угодно говорить. Ну, у нас уже был Пэл на втором пике, который просто не оставил шанса, и кто его знает. Да, были варианты, были варианты поинтересоваться, но это Фантом Ланцер. Это Фантом Ланцер. Ну что, ставочки по-быстрому. Минмайт? Да я на ТНС. На самом деле пальцев не было, можно сказать. Нет, я на ТНС в первой игре. Они очень хорошо себя распоказывают по турниру. А я тоже на ТНС. ТНС. Все понятно. Ну что ж, заключительная карта в рамках этой перегровки. Команда LGD Gaming против команд ТНС. Ребят, вам слава. Битва за топ-1 группы А. Победитель будет иметь более выгодный посев. Проигравший посев чуть хуже, но это действительно не так важно, потому что обе команды уже прошли, так сказать, следующий раунд. Мы вот говорим верхнюю сетку в Венера. Но это не совсем правильно, потому что и те, кто проиграл, они тоже как бы в этой же верхней сетке и просто ей нужно сыграть дополнительный раунд. Особенность этого раунда в том, что там нет сетки лозеров. То есть если ты этот раунд проиграешь, все, для тебя турнир закончен. И в какой-то степени можно сказать, что те, кто проиграют, да, они играли в лозерах, а те, кто выигрывает этот дополнительный раунд, они поднимутся в Венера. Но все же, чем лучше посев, тем больше вероятность пройти дальше, тем больше вероятность получить более удобных соперников. Ну, не говоря уже о том, что битва принципиальна все-таки. Между LGD и TNT? Ну, конечно. Это Юго-Восточная Азия против Китая. Это всегда достаточно принципиальные битвы. Мне кажется, у Китая в последнее время слишком много принципиальных битв против Америки, против СНГ и против Юго-Восточной Азии. Ну, они сами себя так поставили. Если что, это единственная страна-регион. То есть у нас нет, например, российских отборочных The International или украинских отборочных The International. Скоро такими станут турниры от Кубка России. Возможно. Но у китайских коллективов есть их собственные китайские отборочные. Но я уверен, что если они будут показывать плохой уровень, то возможно... Их объединят с Юго-Восточной Азией. Ну, не объединят. У них их невозможно объединить еще и с точки зрения технической. Но, может быть, количество слотов будет им уменьшаться. Хотя бы. Потому что на DACA, напомню, 6 китайских команд. Это рекорд. Больше было только... Ну, не больше, а столько же или меньше только на ИСМ. Еще сюда можно было бы позвать. На одну большую СНГ-команду. Кто это мог бы быть? Я думаю, найдется. Я думаю, найдется в той же Юго-Восточной Азии как раз-таки коллективы. Например, те же Fnatic'и с удовольствием бы приехали. Ну, кстати, да, Fnatic, наверное, могли бы тут поиграть. Показать интересную доту. Ну, вот просто LGD — это единственная команда, которая вышла уже в плей-офф с группы. Она может занять, конечно, первое место. А Нью-Би-Вич и Гейминг вышли только в брейкауты. Кинг-Гейминг просто вылетели. Это что касается группы А. В группе Б ситуация такая, что там вообще китайские команды, они в шаге от вылета были, они замкнули группу. И как бы такие результаты не могут быть удовлетворительными. Да, это правда. Другой вопрос, что, например, СНГ-регион тоже 1-6 и домой, если не считать ВП. Но ВП здесь мы не можем так считать, потому что они получили инвайт вообще. То есть они не проходили отборочные. Такая обособленная уже несколько команда. Как говорил Илья, не считайте Virtus.pro с НГ-команда. Ну, в каком-то смысле. Действительно так. Давай посмотрим на линии Ку-Ку и СМХ. На верхней линии СНГ и Лешрак. Такая вот дабла, причем... Старая добрая. Я бы сказал. А мы против них вместе с Иксновой на Дизрапторе. И пока что Ку-Ку здесь прогоняет Икснову. Молнии. Ну, нет. Хотя может догнать. Может догнать Лешак быстрый. Съедает еще одну молнию. Эгент слишком хороший. Выбивает маны. Что будет еще одна молния. Нужно бегать. Съедает еще одну елку. Да, это должен быть Ферзблат. А что, под вышку просто сложно было убежать? Ну... План Капка. Хоть бы Фласку сбил. Ну, я не знаю, что это такое. Ну, почему? Ну, правда. Хоть бы Фласку сбил, что ли. Теперь мы можем болеть за кого угодно. Лешак тоже погибает, но он, конечно же... От Тавера погиб. А почему он не захотел? Он захотел треснуться раньше. То есть, если ты погибаешь от Тавера, ты можешь треснуться быстрее. Но можно было отдаться нейтралам. Нападение на Бистмастера. Бистмастер сейчас получит стан. Брамбл Мейз. Бистмастер съедает Феррифайр. Бистмастер погибает. Следом за ним Фай может отправиться в таверну. Но у него откатывает Рептайн, он отправляется в таверну, отправляет туда Гирокоптера. Драка проиграна на нижней линии. Итого. Ферстблат за командой ТНС. Снизу ТНС выигрывает размен 2 в 1. И у них все лучше. Ну, а по пику вы сами все слышали и видели. Ланцлер забран против всего возможного АОЕ в доте. Лишь Рак его будет сжигать. И Сенкинг ему доставляет определенные трудности в топе. Тяжеловато там стоять против СМХ. Сетка. Но вот его могут попытаться сейчас убить. Есть Боролстек в первого уровня. Самый ждет, откапывается. Никого не зацепил в своем подкопе. Да, он хотел просто спастись. Единственное, что ему было интересно. Но Ама потерял очень много ресурсов сейчас. Центральная линия. Совсем не поговорили о ней. Там Шадоу Финд против Темплар Ассасин. И в свое время считалось, что Темпларка является очень жесткой контроль Шадоу Финду. Но сейчас Шадоу Финд запали ему немного рейзы. Так, нападение. Лишак использует стики. Погибает Лансер. Также может погибнуть Фай. Фай забирает опять рептайдом. Лишака, но должен погибнуть. Сенкинг. Боролстрайк. Красиво. Даблкил для СМХ. По поводу Темпларки и СФ. Да, это действительно так даже. После того, как Шадоу Финд получил дополнительный бонус для рейзов. Но так, что Армал сейчас может умереть. Если будет еще один рейз. Вот он. Средний рейз. Правда. Армал. Или это был ближний? Тать, наверное, был ближний. Очень тонкая ситуация. Очень тонкая ситуация. Тоньше, чем ты думаешь, Хорс. Слишком тонкая. Ну, тут было действительно все не так просто. Манго использовал Шадоу Финд. Возможно, Армал не ожидал этого. Ну, видимо, он его не ожидал. Не ожидал, да. Ну, Мэйби сделал все очень круто. То есть он сначала сбил рефракшн, потом скушал манго, потом дал рейз. И все сделал максимально красиво. Но это возвращает такую небольшую интригу, потому что мы видим, как нижние и верхние линии проигрываются. Гирокоптер делает все, что хочет на своей линии. При этом Лишрак с Сенкингом очень неплохо расправляются с этой даблой. Сейчас Ланцер в очередной раз погибнет. Он получает стан. Да, его забирают. Еще молнии по всем залетают от Ку-Ку. И Икснову также можно зацепить. Сеточка. Икснова. Икснова выживает. Но Ку-Ку очень неплохо Харасец. А молнии только первые. Дальше будет больше. Ребята Ботлом обмениваются. Идет Лишрак забирать баунти руны, пополнять Ботл. Если при этом еще и Темпларка выиграет миду СФ, то можно будет ставить на этой игре крест. То есть три лайна будут выиграны командой Тинзо. Да. Нейтральный крип забирает их снова. Но это такая отдача на крипах. Но зато он целых 30 секунд. Ну не 30 секунд, а 20 с небольшим. 26 секунд. 26 секунд. Тимз. Нападение на Бестмастера. Летит также ракета. Мы слышим. Бежит Рейван. Подрубает бараш. Брамбл Мейз. Кажется застревает в них Бестмастер. Ну еще буквально одна течка. Да. Тимз делает уже третий фраг. К ряду. И на верхней линии продолжается у нас драка. Молнии от Лишака залетают. Копье Сенкинг успевает прожать. Стик. Стики также выжимают. Амми. Еще одни молнии. Фуай остается на ло хп. У Ку-Ку нету мана. Не попадает по нему. Риптайдом по-моему. Фуай. Есть фласка. Но фласку эту не использовать. И заберут его. Делают камбэк небольшой на верхней линии. Сейчас ЛЖД. В такой игре важно перестать умирать в какой-то момент. Тимзи выбивают много ресурсов. Но при этом отдают два фрага. И сейчас ЛЖД могут использовать шрайн на двух-трех героев. Сюда подходит Нага. Сюда подходит Дизраптор. Нет. Дизраптор заходит. Но ему показывают дулю. У него и так много маны и хп. Сенкин. Краш. Так. Еще один стан от Ку-Ку. Есть дупельгангер. Ама его не спешит использовать. Использует только сейчас. Долджу стычку. Разводит соперника. Но молнию бьют по всем. Ама умирает. Ку-Ку хочет иллюзию. Разводишь? Разводи. Я бы и иллюзию убил. И тебя убил. И мне. Я вообще не смотрю, что происходит. Пять монет на дороге не валяются, между прочим. Это может быть и решит. Что происходит? Что происходит? Что из-за изнасилования Лансера? На верхней линии. Но сейчас, конечно, не убьют. Потому что слишком много хп. Но это будет продолжаться здесь очень долго. СФ. Кюрсед Краун. Рамбл Мейз. Райс Кайловочка пошла в Тимса. И погибает СФ. Ну вот теперь пахнет совсем все плохо для команды LGD. Нападение на СМХ. Кидая этому сетку. Еще немного урона. Нага Сирена. Где Рептайд? Рептайд был скастован. СМХ бежит. СМХ на развороте. Погибает. Но успевает подкопать. В итоге Фай заберут. Да, и Фай забирают. Лишак остается против Дизраптора. Лишак сдается мне посильнее. Он бежит. У маны, к сожалению, нет. Поэтому их снова он бить вряд ли сможет. Ну, он так неплохо разминает. И маны как раз хватает сейчас на вторую молнию. А у кого Боттл остался? У Сент Кинга? Видимо, да. Два телепорта в центр. У Армала две ловушки здесь стоят. Так что его убить будет очень-очень тяжело. Тем более Шадоуфинд вернулся на с Респауна без душ. Надо восстанавливать запас Некромастри. Находит Аркейн Руну. Мейби. Мейби, кстати, очень опытный Шадоуфинд. Один из самых лучших Шадоуфиндов Китая. 28-5 на 40-17. Ну, матчап у него такой. Чего ты хочешь? Да. Но я просто констатирую факт. Я ничего не хочу. Но он убил. Он убил там Пларку. Просто если бы он ее не убил, это было бы вообще супер печально. Так, летит сюда Лешак. Лешак! Уже здесь. Ой, не попал. Но неважно. Не попал. Еще одно замедление. Лешак. Сейчас еще одна ловушка. Еще одно замедление от молнии. Выбивается Рейндроп. Армал атакует. ФА. ФА. Умирает. Все-таки. А, еще и Дизраптор пришел. Здорово! Говорит ему Армал. Станом не попадает. И зарабатывает трипл килл, скорее всего. Сейчас через скрипчик. Нет, все-таки решил добить. Так, есть рефракшн. Тычка. Трипл килл для Армала. Очень жестко. Трипл килл. Забирается Темплар Ассасин. Гирокоптер на фрифарме. Сэф погибает. Большие проблемы у Фантом Лансера. ЛГД летят. Они, конечно, уже вышли в плей-офф. Но с такой игрой большие вопросы, как они будут справляться со второй группой. Ведь там Сикрет, там Минески, которые жаждут крови, которые хотят попасть в топ-8. Армала, могут вернуть? Не могут вернуть? Не дотянулся? Или еще левел слишком маленький? Второй уровень глимса. А может быть даже первый, потому что линия в топе была очень тяжелой. И в таких ситуациях Дизраптор очень часто от Андерстрайк берет двойку. И, возможно, вторым глимсом вернули бы, но там, по-моему, первый. По личным ощущениям было бы круто прокликать Дизраптора, убедиться. Нет, все-таки второй глимс. Ну, значит, и правда не дотягиваться. А там еще и кулдаун идет, возможно, куда-то использовал. Да, вывели нам, к сожалению, вывели нам таблицу Нетворсов, потому что с ней интрига... Да нет, можно оставить, ничего страшного. С ней интрига окончательно умерла. Я только лишь к этому. Еще и глимсует здесь Армала, которая добивает Шадоу Финда. Но все видите, 4400, 3500, 3300. Это герои Рейден. Далее, 2700, 2400, герой удар. И 2200, опять герой Рейден. Ну и Бистмастер, Нага Сирена, Дизраптор. Все у них очень плохо. СФ также очень сильно страдает. Подкоп опять на Лонг Рейндж. Попадает с танчиком. Сеточка. Будут пытаться забрать Сен Кинга. Сен Кинг дает эпицентр. Бежит за Лансером. Лансер пытается спрятаться в лесах. Использует фласку. Неплохо копает, но копает не в ту сторону. Поторопился СМЕЙЧ. СМЕЙЧу нужно прятаться. Нужно спасаться от этого Лансера. Да, он спасается. Мэйби сюда приходит на помощь. Забирает фласку. Лешраку сбили телепортацию сеткой. Сейчас должны еще и Куку забрать. О, FY доджет, стан. Красиво. Лешрака иллюзиями. Не получает урона. И удается ЛГД заработать два фрага. Правда, тем временем Армал в центре ломает Тавр. И очень-очень близок он к покупке Блингтагера. Это, кстати говоря, девятая минута. Да, такие фраги не так много меняют. Потому что забрали двух героев, но стянули туда всю команду. И при этом продолжили на остальных линиях проседать, терять вышки. Это очень-очень плохо. Темпларка... Ее установить будет нереально тяжело. Ну и не говоря уже про гирокоптер. Ведь гирокоптер это не тот кэрри, который будет долго сидеть и фармить. Он сейчас возьмет себе там какой-нибудь седьмой-восьмой, барабанчики. И он пойдет с командой гангать. Он очень любит взять себе ранние артефакты и выходить в ганг. У него для этого все есть. Как и у темпларки, у которой уже появится Блингдайгер. А здесь еще и такой приятный лайнап. Здесь и Лешак, и Сенкинг. Все больно бьет. И даже Дарквиллоу. Она же Мереска. Она же Дарквиллоу. Находит Лешака. Мэй бесполился. Лешак все увидел. Должен был дать инфу. И Смоук Ганг захлебнулся. Хотя я не знаю, куда этот Смоук Ганг направлялся. На Сенкинга, наверное. Ну, на топ куда-то. Книжечка у Дарквиллоу появляется. Два ультимейта у нее. Один защитный. Другой атакующий. По ситуации будет Дарквиллоу использовать. Знаешь, Террорайс иногда использует даже как атакующий. Под какой-нибудь дизейбл, да. Чтобы зачинить дизейблы. Так, и вот Смоук. Очень неожиданный Смоук. Здесь стоит иллюзия. Не нападать. Не реагировать. Иллюзию мы не трогаем. Идем дальше. Сфа хотят убить. Сфа, которого видно, кажется, на варде. Но дожидается Мэйбе здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Станом нужно попасть. Куку обязательно. Куку попадает. Станом. И Армелл добит. Куку забирает фраг. Сетка. Доджит сетку Армелл. Очень неплохо. Иллюзия от Наги Сирены. Иллюзии достаточно быстро здесь лопнут. Замедление. Глимсует назад. Но тут без шансов для Армелла. Казалось бы. Это очень тяжело. Но Гирокоптер подходит. И, возможно, удастся засейвить. Да, сейвят. Армелл все еще жив. Забирают Нагу Сирену. Неплохо. Гирокоптер расстреливает Бестмастера. Сверху цепляют Дизраптера. Дизраптер погибнет. Остается только Лансер. Забрали Беста. Минус 4. Засейвили своего мидера. Отличная игра ТНС. Я уж готов был распрощаться с Армеллом в этой ситуации. Потому что, оказавшись в прокасте Дизраптера, он очень быстро потерял заряды рефракшн. Его можно было бы убить. Но, действительно, Гирокоптер подошел своевременно и помог своему мидеру. Ку-ку только подстилил фраг. Это не очень, конечно, хорошо. Ну да, в данной ситуации это действительно никакого значения не имеет. Сенкинг копает. Здесь уже Армелл. Пошел эпицентр. Замедление с ловушки. Мэйби дает один рейс, который особо урона никакого не наносит. Посмертно. Контратака. Чалис пытается застанить. Есть ли просветки? Хоть какие-то. В Сенкинга залетает. Тембларка просто уйдет отсюда. Отдает Сенкинга. Любопытная, конечно, ситуация. Ребята пришли гангать Сенкинга и Ташку, у которых есть невидимость, но детекшн нет ни на одного из них. Сенкинга там как-то подцепили-убили. Бывает. Сеншторм не использовал. Ф.А. Сейчас подстанется ракетой. Да, но за ним идут. Вряд ли, вряд ли, да. Дайвить будут. Хотел задоджить ракету. Иллюзиями, но не получилось. Мог бы рейндропы уложить, кстати, чтобы не потерять лишний заряд. Между прочим. Ну, я думаю, он хотел задоджить и вообще не получить урона. Лишрак очень сильный и достаточно высокий уровень у него. Посмотрите, просто что делает Лишрак. Он заходит из-под тир-2, он забирает, Брамблмей ставится. Опять ультимейт на Тэмпларк. Он на этот раз закрыть ее не получается. Бедла от Феи. Ракета опять в нагу Сирену, судя по всему. Ну, прям по всем фронтам давят Тинси сейчас. Это мне напоминает одну команду, которая играет в другой группе. Вот какую тебе напоминает эта команда, которая вот так вот давит и просто душит по всем фронтам. Неужели ты говоришь про Виртус? Да. Это абсолютно напоминает Виртус Про. И такое ощущение, что Тинси также являются очень хорошей контрой. Ну, во всяком случае, для LGD. Очень здорово играют. И я вижу все меньше и меньше аутов. Они давят везде. Любой размен, он остается так или иначе в плюс для Тинси. Если даже удается забрать какого-то героя, то его разменивают на вышки, на других героев. Сенкинг даже не стал рашить Блингдаггер. Он купил Ходов Дефайн. Он настолько закрепился на линии, так как будут играть. Их снова глимсуют здесь. Лешего, но... И Бестмастера. Бестмастера подцепили. Пошла первая ловушка. Приходит Лешак. Их снова очень хочет убивать. Ой, не Их снова. Ку-ку очень хочет убивать на Лешаке. Он просто бегает и... Постоянно где-то на передовой находится. Хотя это Лешак. Это тонкий герой, казалось бы. Но он получил такой уровень, с которым он может нападать. Семейдж против Аме. У Аме очень мало ХП. Используется песок. Аме. Сейчас будет подкоп. Или просто топоры Бестмастера. Рор. Успевает подкопать. Лешак здесь уже с ультимейтом. Лансер просто бежит отсюда. Феечка кастует Брамбл Мейс. Раская ловочка не пошла. Это минус 2. Ку-ку на топе. Оформляет даблкил. И за этот даблкил его никто уже не упрекнет. Он сам заработал этот фраг. Хороший станд дал. Засейвился его с Кингой. И позволил влить дэмэдж еще и в темпларке. Забирает очередную вышку ТНС. И можно задуматься о уничтожении Рошана, как только Армалл притащит себе Дезолятор. Ну и можно потихонечку заканчивать, я думаю, эту игру. Да, тут есть чем ломать вышки. Тут есть чем просто расставить ловушки. Не давать выйти с базы. Наращивать преимущество. Ломать вышки. И уже готовиться к осаде хайграунда. Как же все круто получается. Ну и опять же, Худ оф Дефайнс. Худ оф Дефайнс окупился сейчас. Не будь Худ оф Дефайнс, я думаю, Сен Кинг мог бы погибнуть. Определенно. Часть урона Худ оф Дефайнс позволил СМИЧ убрать. Там же еще есть активная часть, когда ты нажимаешь Худ. АМШ. Антимэджик Шилд. Ну да, так называемый. Дезолятор летит в темпларке. 9200 ее на Этворс. У СФа 4300. Это более чем в два раза. Забирает дабл дэмэдж. Это сигнал. Это сигнал тому, что Рошану нужно бояться. Кто-то Курьера реузнул. Ну там Яша Гирокоптеру, видимо, должна была прилететь. Как-то Тинси неграмотно Курьера использовали. Но в топе убивают. Пытаются, по крайней мере, убить Бестмастера. Он уходит при помощи телепортации. Опять-таки, пространство создано. Бестмастер сейчас пока на базе подвигейница. Пока добежит. Кажется, LGD понимает, что сейчас происходит. Они туда стягиваются. За счет Наги Сирены они могут отнять хотя бы этого Рошана. Или, может быть, застелить Аегис каким-то образом. Тинси все-таки решили отступить. Не хотят рисковать ситуацией. И абсолютно правы. Не надо рисковать. Это ни к чему. Кежуал Вангуард на Сен Кинге. Что? Что это вообще? Что это за Сен Кинг? Это такой танк уже получается. Это билд против Бестмастера-Лансера. Только некому, некому, может быть, ворваться будет на ХГ и убить какого-нибудь Дизраптора. Быстро пожертвовать своей жизнью. Но, видимо, Сен Кинг не хочет жертвовать своей жизнью. Он хочет долго жить и кидать станы. И когда он соберет Кримсон, то Фантом Лансер ему вообще ничего не сделает. Ему и его команде. Ну и Бестмастер своими словами. Он, знаешь, такой жирный. Он как жирная гусеница вползет на ХГ медленно. Жирный гусь. Жирная гусеница. Ну или как жирный гусь. Почему бы и нет? Так, что у нас? Жирный гусь идет. Кстати, первым. Поднимается на хайграунд. Видит всех. Бегите! Его не убить, его не пробить. Он слишком сильный. Да еще и в слип. В слип он вообще неуязвим. Пошла ульта Гирокоптера. Раскастовочка. SF. Дает ультимейт. Но все уже мертвые. Рэйвен забирает двоих. Удается забрать Темпларку. Но падает тут же SF. Фантом Лансер просто пытается сбежать отсюда. Так, где-то мы это уже видели. Фантом Раш на крипов просто, чтобы убежать. Амя. 7 секунд до Дуппельгангера. Он не доживет. Трипл килл от Рэйвена. Да, жирный гусь. Конечно, огромный стрик с Темпларки. Очень много золота получил Дизраптор, но вся остальная команда погибла. Дизраптор не тот герой, которому нужно было. Которому нужно, да. Это золото. 2500 урон от Гирокоптера. Прекрасный результат от кэри команды ТНС. От Рэйвена. И 770 золота получил Дизраптор. Правда, что он с этим золотом сделает? Ты смотри. Жирный гусь как танкует. Он просто не пробивает его вышка. Транквилы купил. Похоже. Ну или там, в общем, ладно. Как-то свое золото он потратил. Транквилы. 700 золота получил. Купил Транквилы. Знаешь, вот в этом предложении нет ничего такого, но если ты скажешь сорвал Godlike Streak, купил Транквилы, это подразумевает, что у тебя все очень плохо. Да, обычно после того, как Godlike Streak срываются, появляются какие-то core артефакты прям хорошие. Забирают Рошана ТНС, у Наги нет ультимейта сейчас. Да, здесь все слишком просто. Ультимейт, конечно, был использован очень плохо. Ультимейт позволил засейвить Сент Кинга. И при этом там прилетел колдаун, всех замедлил. И даже несмотря на ультимейт Наги, ТНС умудрились инициировать этот тимфайт. То есть такой получился, помимо того, что отставание колоссальное, еще 6 на 4 драка, где Нага Сирена сыграла за ТНС. Так, Dark Willow, есть ВЛ. Что собирает Сент Кинг дальше? Да, я думаю, что Кримсон там... Теоретически либо Кримсон, либо Пай просто... Шиву Тараску. Нет, он может на самом деле оставить пока что Вангуард, оставить Худ и докупить себе свой блинк. Потому что блинк на Сент Кинге — это артефакт очень ответственный. И если он сможет врываться, станет, допустим, там, Дизраптора и Нагу, позволять своей команде тоже врываться и убивать этих персонажей, то СМХ будет делать очень много импакта. Конечно, впоследствии можно будет и Кримсон доделать, и Пайп, и там хоть черта лысого, как говорится, но пока Бринг нужен СМХ. Черт лысого. Ну а что ему еще нужно, собственно, кроме вот Кримсона, Пайпа и... Неплохое название для, кстати, артефакта... Для нового лысого... Боже мой. Слишком долгий эфир ведет, слишком... Простите меня, пожалуйста. Для нового лысого. Нет, лысых нам пока хватает. Для артефакта в доту. Ну, там, вредоносные орхидеи, лысый черт. И он там, допустим... Ну, я не знаю, что будет делать. Это какой-то самот должен быть. Да, можно и так. Призывает какого-нибудь бесконтрольного парня. На Аксирену Метеорхаммер. Ну, может быть, с этим что-то получится, БКБшек еще нет. Смотрим. СФ подкапывает... Сенкинг подкапывает СФа. СФ просто переагривает крипов. Ну, и пока что размен на хп тир-3 вышки. Мэйби подкапывает его в очередной раз. Пошел роор. Мэйби очень больно. Мэйби просто пытается отступить. Ланцер сплитит, но это только тир-1. Мэйби удается уйти. Тир-3 вышка падает. Еще диаболики работают у Ку-Ку. Ну, там... Первого уровня, да, они, скорее всего. Но работают. Но работают. Сейчас подойдут крипы, отключатся БКБ протекшн. А мы здесь. А мы здесь. И вот он, вот она. Ну, мочи. Получается что-то. Получается неплохо. И забирают Аеги. Тут же забирают Лешрака. И СФ. СФ под Кюрсет Краун. Его, скорее всего, заберут. Но есть байбэк. Он тут же выкупается. Правда, без душ. Еле живая нога сирена уходит. Ланцер выглазается в темпларку. Можно, можно пытаться забрать. Сенкин копает СФ. А СФ нельзя отдавать. У него нету байбэка. СФ под эпицентром отступает. И... Бросает Сенкинга, похоже, здесь. Темпларка отступили. Да, Сенкинга кидают в него сеточку. Активирует он антимэджик шилд. Но он очень быстро пропадает. Слишком много магического урона. Погибает. Рейзы. Рейзы от Мэйби. И за счет байбэка, конечно, за счет отличной комбинации дизраптора и ноги сирены. LGD удается отбиться. Вот БКБшки не было. И поэтому удалось так быстро выбить Аегис. Но, конечно, комбинация на разочек сработала. Теперь БКБшка есть. И эта комбинация не сработает. Но нету Аегиса. И самое главное, стоят Бараки. 16 тысяч перевес. Но отыгрывалось в доте и не такое. Хотя, конечно, по такому пику будет очень тяжело. Здесь такие все классные герои. Вот именно для этой минуты пока нету БКБ каких-то. Один Дришак чего только стоит. Дришак может преобразовать свои артефакты в золото. Нужные какие-то, да. Ну, просто их просто разбить, если он хочет проиграть эту игру. Но в целом он может сделать из себя самого настоящего кора игрока. Потому что с такими талантами, с каким-нибудь там БЛАДСТОУНом БКБшкой, ты реально можешь очень-очень жестко убивать. Взял броню как раз? Да, как раз взял броню. Там на 15-м есть приятные таланты и на мувспид, и на силу. То есть сила — это выживаемость. Левая ветка мувспид — это и... Ну, тоже мобильность. Это и атакующий одновременно талант, и защитный. То есть ты либо убегаешь и спасаешься, либо догоняешь и сжёшь всех пульсновый, и кидаешь молнии, и кидаешь скиллы, и так далее, и так далее, и так далее. Гирокоптер БКБ. Таланты у Льшака действительно очень приятные БКБ у гирокоптера. Хорошо, теперь от СФ будет не так много дэмэджа. Всё-таки СФ пока бьёт исключительно магией. Руками он бьёт слабовато. Честно сказать, СФ вообще не бьёт. Он просто всё время убегает. На него прыгают, его подкапывают, и он начинает убегать. Он вообще не атакует. Он даёт максимум там парочку рейзов. И в предыдущей драке это была парочка рейзов. А, ну и, конечно же, посмертный вот этот вот разлёт с ультимейта. Это всё, что он даёт. К сожалению, для команды LGD. Вот, может быть, с БКБ ему будет получше. Смотрим. Заход в смоках. Ищут. Ищут. Жирный гусь входит на рампу. Получает копьё. Ну, просто разведывает. Аккуратненько ТНТ просто забирает бараки. Им незачем вступать в лобовое противостояние здесь. Сент-Кинг укапывается. Там пошли Некра. Можно их переждать. В общем, много маны потерялся в мейче. Ему бы Солдеринг здесь, в этой игре. Но у него Солдеринга, по-моему, нет. Или есть. У него столько всего. Есть у него Солдеринга. У него 6 слотов, и все забиты. У него ботал. У него ботал. Но он пустой. Но он пустой, да. Поэтому маны установить не получится. Минус Некра. Тычка в СФ-а залетела. Пытаются не отдать бараки. Ракеточка летит в Лансера. Лансер очень неплохо отпушивает. Вот Сент-Кинга возвращают. Подкапывает. Он очень прочный. Пошла ульта от Гирокоптера. СФ опять убегает. Моментально стирает Нок Сирен. Байбека нету. В следующем падает Шадоу Финк. Не нанеся вообще нисколько урона. Падает Фантом Лансер. Падает Бистмастер. И LGD просто пишет GGF. И выходит. Бистмастер даже не падает. Ну, ничего не смогли сделать коры команды LGD. Как только на них нападают, они вынуждены отступать. Они не могут драться. И они погибают. Отличная дота от TNC. Великолепная игра. Прямо задушили все линии. Немножечко вначале подфидил их мидер против СФ. Но это не сильно повлияло. Он все-таки слишком много крипов добил впоследствии. Прекрасная игра от Templarca. В общем-то, что и требовалось доказать. Матчап Templarca против СФ. Без дополнительных душ. То есть, если СФ приходит с душами от Когов, то он переигрывает. Если у него нет этого бонуса, то, как правило, его перекайшивает и впоследствии побеждает. Здесь такой довольно важный момент. Две команды из Юго-Восточной Азии были в разных группах. Минески заняли второе место в своей группе. И, уступив первое только Virtus.pro и проиграв только им, TNC занимают первое место во второй группе. Соответственно, у нас как раз вот эти две команды, которые, напомню, идут, по-моему, 10-й или там 11-й и 9-й в строчке Dota Pro Circuit, они находятся в очень крутой форме. И они вполне могут побороться за очки. Хотя бы одна из них. А это, вы сами знаете, плохие новости для кого. Ну что ж, сегодняшний день закончен. Марафон, я бы сказал. И мы передаем слово для последней аналитики нашему замечательному виду.